Каменный гость. Каменный гость. Памятник славному русскому флотоводцу есть и в Саранске. Фото. Ирина Смирнова. Санкт-Петербург. Все статьи автора. Из номера 041 за 14 июня 2019 года опубликована полночь 4 14 июня 2019 года. Версия для печати отправить по почте. В Петербурге будет установлен еще один памятник адмиралу Федору Ушакову. В северной столице решили, что одного монумента недостаточно. А первый монумент славному русскому флотоводцу в Питере был торжественно открыт в Кронштадте совсем недавно, в 2015. Вообще-то почтением благодарных потомков адмирал не обижен. Это имя носят боевые корабли, мысы, бухты, улицы, мосты, площади и бульвары. На Неве есть Ушаковская набережная. Памятники адмиралу установлены в Москве, Рыбинске, Керчи, Ростове-на-Дону, Севастополе, Саранске. Но в Петербурге решили, что одного монумента недостаточно. В июле, в канун дня ВМФ, на площади труда установят закладной камень, а открыт памятник планируется в 2020 году, приурочив события к 275-летию со дня рождения АФФ. Ушаковой 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Так видит свою инициативу Ассоциация общественных организаций ветеранов флота и морской совет при правительстве Санкт-Петербурга. Конкурс эскизных проектов на создание скульптуры объявили в марте, 21 июня жюри, состав которого не разглашается, должно назвать победителя. Говорят, на создание и установку памятника уйдет 20 миллионов бюджетных рублей. В отличие от Ушакова, который уже стоит возле Кронштадтского морского собора, созданного на внебюджетные средства. И все шло своим чередом, пока скульптор Вячеслав Чеботарь не затеял дискуссию об уместности памятника. Он не участвует в конкурсе из-за его поспешности и непрозрачности. В последние годы установка памятников в северной столице сопровождалась скандалами, говорит Чеботарь. А все потому, что конкурсы проводят закрытые, не привлекая внимания, не соблюдая законы, регулирующие процесс. В свое время в Петербурге было проведено 30 конкурсов по поводу монумента Александру. Но его так и не установили столь высоко. Была задана планка по отношению к памятникам в нашем городе. Сегодня такая требовательность отсутствует. И потому вокруг каждого памятника возникают стихийные протестные движения, комитеты и собрания граждан. Однако председатель комитета по культуре городского правительства Константин Сухенко и главный художник Петербурга Алексей Маур считают, что все идет как надо. Хотя Сухенко обмолвился, что установленный три года назад памятник Сергею Довлатову был узаконен задним числом. То есть процедура установки монументов каждый раз создается заново. На этом фоне скандально выглядит раздавшийся в соцсетях крик о помощи председателя общественного движения петербургские родители Лады Уваровой. Сама многодетная и приемная мама, она рассказала, что впервые за семь лет правительство Санкт-Петербурга отказало в субсидии проекта «Сестринский уход», помогающего ухаживать за попавшими в больницу сиротами. Так разрушается созданная горожанами социальная служба, когда специально подготовленные няни ухаживают за малышами с тяжелыми нарушениями развития, кто будет сидеть с таким беспомощным неговорящим, неходячим, с ментальными нарушениями, с тяжелой инвалидностью маленьким ребенком. Сотрудники больниц сами звонят в «Сестринский уход» и к ребенку выезжают, прихватив с собой все необходимое, профессиональная сиделка от петербургских родителей. В службе 38 профессиональных нянь, которые находятся с детьми круглосуточно, как мамы. Они заботятся о маленьких пациентах после тяжелых операций, когда выхаживание не менее важная часть, чем работа хирургов. Служба сестринского ухода обходится примерно в 15 миллионах рублей в год, за эти деньги здесь оказывают помощь 1,5 тысячи сирот. Зарплата нянь 23 500 рублей в месяц. Субсидии покрывают примерно четвертый расходов этой службы. В прошлом году город дал нам 3 миллиона. А еще 9 миллионов мы собрали благодаря неравнодушным людям и организациям. Благодаря софинансированию со стороны горожан у нас одинокие дети не лежат в больнице брошенными, говорит Ладоварова. Минус 3 миллиона рублей значит, невозможно оплатить работу шестинянь в течение года. Отказать в помощи 200 больным детям. За 11 лет нашей работы ни один сотрудник комитета по социальной политике не пришел в больницу и не посмотрел, как мы там работаем. Им это неинтересно. Мы последовательно работаем над тем, чтобы сопровождение в больницах в нашей стране было включено как обязательное. Это не быстро, но придет, будет. И мы не намерены сокращать службу, поскольку не можем оставить детей без помощи. Администрация города может бросить детей. А Петербург не бросят, уверена Лада Уварова. Глядя на эти игры в памятники за бюджетные средства, которых не хватает на сирот, вспомним. А ведь адмирал Федор Ушаков словен не только тем, что выигрывал сражение, не потерял ни одного корабля и ни один моряк под его началом не попал в плен. Он устраивал больницы и госпитали для раненых за свой счет, утешал нищих, содержал пострадавших от войны. При этом сам жил скромно, если не сказать бедно, крайне воздержанно. Так Федор Ушаков понимал величие России. И вот еще один монумент этому праведнику при адмиральских регалиях встанет на площади труда на месте бывшей церкви перед въездом на Благовещенский мост. Вопрос даже не в том, насколько это соответствует православной традиции и христианским заповедям. Ну кто у нас нынче на них оглядывается? Инициаторы же создания очередного монумента святого праведного воина Феодора видят ситуацию не с грешной земли, а с высоты птичьего полета. Вот, послушайте, установка памятника на площади труда позволит сформировать уникальный историко-архитектурный ансамбль на берегу реки Невы, доминантой которого станет памятник Петру Великому Медный Всадник на Сенатской площади. По обе стороны от него будут находиться символы воинской мощи и славы России полководец А.В. Суворов в аллегорическом облике бога Марса, расположенный у Троицкого моста, и флотоводец святой праведный воин Феодор Ушаков у Благовещенского моста. Это станет убедительным подтверждением слов российского императора Александра. 3. Миротворца У России есть только два союзника, ее армия и флот. Как-то страшновато, граждане. Как бы любителям сакральных скрип не заиграться. Продолжение следует...